Ребята, всем добрый суток. С вами Димас, это я оператор Антон. Мы сегодня решили для вас приготовить интересное блюдо, точнее несколько видов блюд. Все они подходят под одну категорию, это салаты. И салаты будут к шашлыку, к нашему любимому. Но салаты будут с разных континентов, с разных стран. Это получается у нас сегодня будет китайский огуречный, азиатский с томатами и турецкий или можно сказать азербайджанский, как кому восточный салат аджабсандал. Такие вот придумали для вас виды салатов именно к нашему российскому шашлыку. Огурцы присутствуют, томаты, морковь корейский, чеснок, разная зелень, ароматный перец чили. Вот мы уже заранее поджарили на мангале наши перцы, баклажаны, томаты для аджабсандала. Естественно уксус будет, масло оливковое, семена симсима, кунжута так называемого. И естественно наш вкусный азиатский перец чили. Начнем приготовление и начнем готовить с наших так называемых братьев китайский салат. Они стали неудалеким прошлым нашими братьями, из-за этого будем так называть. Вот огурцы у нас домашние, режем кольцами. Естественно мы их предварительно помыли, жопки отрезаем. Салат простой, делается моментально. Кому как нравится нарезка, может кто-то нарезать, не знаю, брусочками, соломкой, еще меньше на терке натирать. Ну мы решили сделать вот таким макаром, чуть кружочками. Также нам понадобится лук. Вот, нарезка произвольная опять же. Не слишком много, не слишком мало, он не слишком острый. Сейчас много влаги. Также чеснок идет сюда. Возьмем ползубчик. Много не будем добавлять. Чеснок молодой, ароматный. Разобьем. Чуть порежем. Добавим. Чили перец. Ну половинку перчика возьмем. Немножко порубим. Все гадают, от чего он острый. Да кто его знает, от чего он острый. Также берем зелень. У нас тут петрушка присутствует. Возьмем немножко кинзы. Она не всем нравится. И руку чуть-чуть добавим. И все тоже мелко это порубим. Запах вообще бомба. Кинза, рукола, петрушка ароматная. Уксус. Мы взяли рисовый. Как так. У нас китайская все. Восточная точнее. Ну и добавлять, как вам нравится. Ну где-то пол чашки. Чайной ложки. Кунжут и семя уберем. Обильно посыпаем. И маслом. Ну можно взять рафинированное, кому нравится. С ароматом. Мы возьмем оливковое. Она тоже с ароматом. И немножко зальем. Все. Первый салат у нас прекрасно готов. Вот. Можно еще немножко добавить чили. У нас люди любят чили здесь. И для цвета добавим. И для аромата. Вот. Первый салатик у нас готов. Приступим ко второму салату. Второй салат у нас будет более такой азиатский, не китайский. Наверное, более вьетнамский даже. Сюда идут томаты. Тоже нарезка произвольная. Кому как нравится, мы нарезаем дольками тоненькими. Тот не любит семена в автомате. Может это все убрать, не добавлять. Вот. Перец тоже нарежем соломочкой. Так. Перчик нарезали. Также берем чесночок. Пол зубчика осталось у нас. Разминаем. И добавляем наш салат. Также идет петрушка. Три веточки. И тоже мелко нарезаем. Морковь корейская. Тут у нас нет громовки. Для примера. Ага. Одну треть. Вот так примерно. Морковь по-корейски. Опять же, перец чили идет. Тоже где-то половиночку. Сюда можно помельче порубить. Вот. Все добавляем. И масло оливковое тоже. Можно растить для кого как нравится. Немножко заправляем. Наш великолепный салат. Все. В принципе, эти салаты готовы. До вкуса доведем. Чуть попозже, когда приступим к нашему основному салату. Вот. Ребята, мы приступаем к нашему самому, наверное, интересному салату в данной ситуации. Так называемый аджабсадал. Все восточные кухни готовят. Это Турция, Азербайджан и тому подобное. Для этого что мы сделали? Мы запекли наши чудесные овощи. Это баклажаны. Это перец болгарский, так называемый. И наши томаты. Мы не добавляли ничего. Ни соли, ни перца. Ничего. Только они дали. Смотрите, сколько сока. Это прекрасный сок. У нас будет часть заправки. Это прекрасный сок. Так что, для начала. Начнем сейчас чистить от кожуры. Наши овощи. В принципе, они чистятся легко. Обратите внимание, перец просто срываешь. Для этого что нужно сделать? Чтобы это все хорошо так чистилось. Много советов на самом деле. Если вы запекаете в духовке, вы запекаете для корочки. Масло можно не добавлять. Можете добавлять. И либо в холодную воду, либо в лед кидаете. Мы этого не делали. Ни в холодную воду не добавляли. Не лед. Тем более, откуда у нас такое жару? Лед на селе. Его не откуда взяться. Вот. Мы просто их остудили. Результат. Все видно. Прекрасно. Овощи. И кожа отходит. И семена, и все остальное у нас чищается. Второй перец. Пожалуйста. Такая же происходит реакция. Можно больше запечь. Чем больше вы запечете, тем больше, тем вкуснее, пекательнее он будет. Вот этот запах дымка, костра. Ну, там, не того, что вы там жгли в этом огне. Кого сжигали. Вот. Так что чистится свободно. Главное в этой операции получается дать овощу запеченному остыть. И все у вас получится. Без паники. Ну, и как бы все овощи в таком же ритме также очищаем. Также баклажаны чистим. Томаты от семечек, от кожуры. И уже переходим к нарезке. Снимаешь? Ну, а то доснимаешь, а я чеснок не успел очистить. Ну, ничего. Мы все подготовили. Чеснок доочистили. Овощи наши прекрасные тоже почистили. Томаты, перец, баклажан. Как они нарезаются и для чего это надо все? В процессе я вам расскажу нарезки. Ни в коем случае, ну, можно, конечно, если у вас как бы нет времени там или вы не соблюдаете какие-то традиции, можно все это приготовить в блендере. Но в блендере у вас получится не то. Надо именно вот вот этот салат, он делается все вот мелко рубится именно ножом. А у турков или турок, точнее, или у азербайджанцев, точнее, больше у турок, большие сабли такие. И они ими там рубят там. и все туда включают мясо, специи, если там идет мясо, все остальное. Вот, у нас нож небольшой, но у них так традиционно происходит. Ну, опять же, все нарезается ножом. Печеный баклажан, ну, это вообще очень вкусная вещь. Полезная. Даже он немножко, если сырой, остается. Умельчим и добавляем. Все мы дорезали наши овощи и добавляем петрушку. Ну, я на самом деле добавил бы кинзы еще, если честно. И тоже мелко-мелко прям рубаем прям в мясо. Вот так добавляем. Прекрасно. Нашу зелень добавили и чесночка. В этом салате стандарта много чеснока. Ну, мы добавим среднее. У нас как бы не все любят чесночок. Но он не помешает в этом глине точно в этом салате. Так что отлично добавили чесночок. И добавим маслицу. Опять же, оливку. И так вот у нас наши салаты в принципе готовы. Это китайский огуречный. Это как бы восточный. Ближе на вьетнамский. Потом корейский. Морковка присутствует по-корейски. И наш турецкий восточный салат. Который вы больше наверное тоже встречали. Я часто его ел и делал со сметаной. Очень вкусно получается. Ну, вот. Ну, сделали с маслом как бы лето. Все. Все три салата с маслом. И еще завершающие штришки у нас к этим салатам. Это сахарок. Сюда побольше. В этот поменьше. В этот поменьше. Ваджан сандал поменьше. Соль. Я на самом деле ну вот в китайском бы соли добавил бы. А в корейском заменил бы соевый соус. Ну, добавим тоже соли немножко. И в турецкий наш салат добавим побольше соли. Так как он не соленый вообще овощи были. Пусть будет солененький. Наш корейский китайский салатик огуречный. Такой легкий закусунчик. Но при этом островатый должен быть. С кучей зелени и лучком. А-ля корейский салатик. Интересно как он будет сочетаться с нашим шелком. Здесь тоже в принципе есть островатость. Морковь по-корейски придает свою пикантность. Томаты перчик дает свою тоже прелесть. Турецкий салатик сочный. Видно сразу что сочный он получился. Очень нежный. как пюрешка. Реально великолепный салат. Он даже не то же как салат а как закуска идет. Потому что он у нас полуготовый. Овощи печеные. Запах дымка присутствует вообще великолепно. Кажется это бомбический салат самый который не на есть. Мы приготовили для вас три вида салата. Начнем пробовать мы с корейского нашего салата что получилось. У нас там будет массовка тоже попробовать. Но я думаю это все будет за кадром. Мы не допустим их на нашу дегустацию. Наш корейский салатик. кишечку. Такой легкий корейский послекусье такой корейский. Сливовица их у них там есть. Что-то вот такое оно чувствуется. вот попробуем китайский с лучком с чили перцем с кинзой. такой неплохой сваркий. Не забывайте что мы добавили много сюда сахара. Ну возможно это еще не домашние огурцы дают этот вкус. И тоже такая вот несястрота присутствует. Это очень вкусный салат. Прекрасный салат. Попробуем наш турецкий салатик. Как он будет. Я думаю он победит. Нет слов. Это реально очень вкусный салат. Да это вот как закуска идет только салат. Но два в одном. Так что ставьте лайк. С вами был Димас оператый Антон. Всем пока добра и мира. Увидимся.